Теперь видосик насчет сотрудничества. Я так высказал свое мнение, знаете вот, что в России переводят иностранцев, и каналы, переводные эти каналы пользуются довольно-таки хорошим успехом. И вот я подумал, а почему бы подобное не сделать там? Ну, это все я описал в видосиках о сотрудничестве, и вот как раз еще разок будет сотрудничество уже 6. Вроде нашелся человек в Соединенных Штатах наш, который, как бы сказать, загорелся такой идеей. Ну, я же сказал, что вы пробуйте, пробуйте. Я, может, что-то недопонимаю. Здесь я сам открыл канал, вылаживаю видео и особо там... Значит, высылаю договор на рассмотрение. Дайте знать, что вы думаете о договоре. Вот, опять-таки, я, как автор книг, довольно-таки хорошо знаком с тематикой договоров. А именно, первая часть должна быть, это предмет договора, о чем две там стороны договариваются между собой. Первое, значит, предмет договора. Второе, что эти стороны должны в этом деле, как бы, делать. То есть, автор должен предоставить, значит, в данном случае материал, а вторая сторона, этот материал опубликовать. Для этого, значит, в данном случае открыть видеоканал в Соединенных Штатах Америки и произвести перевод и озвучку. И при чем это, знаете, сделать вот, ну, в начале пробы там. Это очень важно, чтобы человек не брал ни кредитов, ни то, ни сё. А думает, сейчас я как развернусь, возьму кредиты, как погонит. А в итоге получается пшик. Так, значит, что делает каждая из сторон? Далее, это срок договора и там пятая часть. Какие-то там условия, ну, что-то получилось, не получилось, где там в случае чего рассматривается в судебном порядке, рассматривается не в судебном порядке. Ну, вот, почитаем договор, который он мне прислал. Контракт. Составлен так, что, значит, этот человек может загружать видеофайлы, аудиофайлы, печатные книги и отсканированные книги и интеллектуальную собственность Гелания Балахова в обмен на 50% прибыли, вначале отнимая расходы. Речь идёт у нас только о видеофайлах. Вот с чего-то надо начать, и чтобы, как бы сказать, насколько там говорят, что в США не любят народную медицину, там надо там кучу всего, начать просто с целебной кулинарии. Вот и всё. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим своё здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и её ведущий Геннадий Малахов. Для этого, я думаю, ничего не надо. И открыть канал ничего не надо. И для того, чтобы перевести эти пять видео, если человек владеет русским языком и английским, это тоже просто посидеть, это всё сделать. Насчёт аудиофайлов, печатных книг и так далее, интеллектуальной собственности не пойдёт в обмен на 50% прибыли и так далее. Ещё раз говорю, посмотрите, не надо что-то такое делать пирамиду, не понимая, что надо сначала найти, где камни надо вырезать для этой пирамиды, а потом уже её строить. Это так. Отнимая расходы. Так, я попросил, попросил, вот это у меня фраза, отнимая расходы. Что это за расходы и как это там расходы. Вот я написал, знаете, что вот, если, знаете, я начну думать о расходах. Вот такой был ответ мой. Вопрос, что вы подразумеваете под расходами? Например, у меня были очень большие расходы при создании видосов «Целебная кулинария». На съёмок квартиры для съёмок я затратил 1,6 миллиона рублей. Это в 2013 году. Однако я даю готовую продукцию. Я готовую продукцию, видео. Всё. Я не говорю, что вот столько там, столько там. Её надо перевести, озвучить и выложить на канал. Я так понимаю, я сам веду канал, открыл его, денег никаких не надо. Посидел и открыл. То же самое с переводом. Тем более сейчас нейросети довольно хорошо переводят. Подправил перевод и озвучил. Вот речь идёт о целебной кулинарии. Ну вот пишет ответ. Возможный, возможный перечень расходов. То есть ещё дело не началось, а уже думают о расходах со своей там стороны. Которые, я думаю, можно избежать. Они просто-напросто, знаете, вот не нужны. Оплата бухгалтерских услуг по подготовке отчётности налоговой инстанции в США. Так, второе, плата месячной подписки для получения юридической помощи по размещению информации по альтернативной медицине. Ну не то, совершенно не то. Вот каждый человек, конечно, думает как-то по-своему. Вот просто-напросто разрешение на выкладывание видосов и там озвучку. Пять выложили и посмотрели, стоит ли этим заниматься или нет. И тогда станет ясно, тогда что-то можно там дальше. А пока вот этого первого шага не сделано, ну что там, какие-то контракты заключать, ещё там что-то, ещё там что-то. Тем более такие контракты, которые, как бы сказать, они... Вот встречаются два человека и хотят совместное дело. Да, здесь у нас и доверие, да, здесь человек понимает, что он должен делать в этом деле. И второй человек, что он должен делать. И всё это так. Вот я всё это дело почитал, посмотрел и говорю, посмотрел договор и прочее. Да, думаешь об одном, а жизнь показывает другого. Вынуждены отказать, мы не поняли друг друга. Бывает, с уважением. Вот и всё. В который раз... Вот почему я ещё особо сейчас ни с кем не сотрудничаю. Потому что тебе вручают типичный договор, в котором ты что-то там уже заранее должен, обязан. Шаг туда, шаг сюда уже, уже это ограничить с преступлениями и прочее, прочее. Вот что я могу, вот я сам и делаю. А что не могу, если это мне не надо, я и не делаю. А если это дело мне надо, я берусь за это, изучаю, начинаю делать. Ну вот так вот как-то получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok